Всем привет, друзья! В этом видео я разберу самую-самую важную пирамиду в жизни человека. Это пирамида Дилтса. Если вы до сих пор не слышали о пирамиде Дилтса, обязательно-обязательно досмотрите это видео до конца, потому что вы охренеете от той информации, которую вы сейчас узнаете. Итак, переходим к пирамиде Дилтса. Перед нами пирамида Дилтса. Смотрите, здесь шесть ступеней. Первая ступень – окружение, вторая ступень – поведение, третья ступень – способности, четвертая ступень – убеждение, пятая ступень – идентичность и последняя, шестая ступень – это миссия. Если пирамида Маслоу отвечала на вопрос, почему люди занимаются тем, чем они занимаются, эта пирамида отвечает на вопрос, почему вы имеете то, что имеете. И чтобы ответить на этот вопрос, чтобы ответить на первую ступень, нужно перейти на вторую ступень. Чтобы ответить на вторую ступень, нужно обратиться к третьей ступени. Вот как это работает. Итак, я сейчас вам на простом примере это все объясню. Вы просто охренеете. Смотрите, как я раньше жил, да? Я всегда объясняю что-то на примере грузчика. Потому что я сам раньше работал грузчиком, я раньше был в таком окружении. Итак, есть у нас грузчик Вася. Что имеет грузчик Вася? А грузчик Вася у нас имеет зарплату в 20 тысяч рублей в месяц. Проблемы в семье, проблемы у него с женой. Вечно не хватает денег, он в кредитах. Нужно там кормить детей, обеспечивать. И чтобы понять, почему грузчик Вася имеет то, что имеет, нам нужно обратиться ко второй ступени. А что он делает? Что он делает? Он работает грузчиком. Вот почему у него зарплата 20 тысяч рублей в месяц. Какое у него поведение, да? Как он себя ведет? Он работает грузчиком. Он хочет зарабатывать много, но он работает грузчиком. Грузчики не зарабатывают много. Вот почему он получает то, что получает. Чтобы ответить на вопрос. Почему он работает тогда грузчиком? Мы переходим к третьей ступени. Как он выбирает? Почему он так выбирает? Почему он выбирает такую работу? Да потому что это проще всего. Какие у него способности? У него нет способностей. Он больше ничего не умеет. Он не читает, не развивается. Он ничего не знает. Поэтому он так живет. Поэтому, да, он идет грузчиком работать. Но почему он сделал такой выбор? Из-за своих убеждений. Во что грузчик Вася верит? Он верит в то, что деньги зарабатываются только тяжелым трудом. Нужно много работать. Поэтому он работает двое суток. Ему с детства говорили, что богатые это плохие люди. Он во всем именит правительство. Других людей. Но не себя. Вот какие у него убеждения. Поэтому он будет работать только грузчиком. Поэтому он будет работать только на наемной работе. Вот так это все очевидно, понимаете? И люди не понимают, почему они плохо живут. Почему они получают то, что получают. Вот, там какому-то повезло, да. У него есть деньги. Нет, ему не просто повезло. У него другие убеждения. У него другие способности. Он по-другому себя ведет. У него другое окружение. Это же понятно. И чтобы вам изменить жизнь, вам нужно изменить окружение. Нужно изменить поведение. Нужно изменить способности. Нужно изменить убеждения. Итак, почему у грузчика Вася такие убеждения? Чтобы ответить. Почему у грузчика Вася такие убеждения? Нужно, чтобы Вася ответил на вопрос. кто я такой и как грузчик вася ответить на этот вопрос он ответит да я обычный да я простой человек выше головы не прыгнешь да вот какие у него убеждения ему с детства всегда твердили вот мы бедные они богатые мы никогда не будем богатые нам нужно работать нам нужно вкалывать то есть грузчикやって обычный простой человек вот кто он такой ему не говорили что ты все сможешь ты самый лучший ему такого детстве никто не говорил поэтому вася обычный простой бедный человек ему в детстве говорили да мы бедные поэтому на вопрос кто я такой грузчик аси отвечать да я обычный простой бедный человек что с меня взять все и переходим к шестой ступени почему он такой чтобы узнать ответ на этот вопрос грузчик вася должен задать себе вопрос зачем я живу миссия какая у вас а миссии нет понимаете верхушки нет нет верхушки пирамиды и поэтому такая у него жизнь все разваливается какая миссия да хрен его знает живу себе просто так зачем ты живешь да вот не знаю зачем я живу и так вот живет блин 90 процентов людей просто живут просто ходят на работу чтобы работать чтобы зарабатывать деньги чтобы кушать и все и все просто существует понимаете нет миссии большинство людей не могут ответить на вопрос зачем они живут вот зачем вы живете что вы хотите сделать что вы хотите создать что вы хотите изменить они не знают они ничего не хотят вот поэтому у таких людей будет плохая жизнь у них всегда будут проблемы они всегда будут недовольны своей жизни потому что они не знают зачем не живут вот и все теперь разберем мой пример теперь будем идти вот сверху вниз теперь я отвечу на все эти вопросы и так какая моя миссия зачем я живу я живу чтобы изменить мир я хочу изменить систему образования у меня есть глобальная большая цель я изменю систему образования во всем мире и пускай эту цель за жизнь не достигну неважно у меня есть миссия все у меня есть смысл смысл жизни смысл жизни в том чтобы изменить этот мир все у меня еще вот эта цитата в общежитии висела еще блин 4 года назад я хотел изменить мир я не знал как я это сделаю но я очень сильно этого хотел и так миссия у меня есть если у меня есть миссия да если я хочу изменить мир кто и такой я всемогущий блин шутка кто и такой я реально да всемогущий я все могу как я утром тебе говорю я самый лучший я миллионер я успешный да я там все себе говорю да я простой человек из бедной семьи не так детстве говорили но меня это не устраивает я миллиардер я самый лучший я успешный потому что у меня есть миссия если у меня есть миссия я хочу изменить мир значит каким не нужно быть успешным самым лучшим миллиардером вот кто я такой а у миллиардера есть огромные возможности он может изменить мир понимаете и если я миллиардер значит во что я верю во что я верю что я все смогу я все смогу я верю в то что нет ничего невозможного вот какие у меня убеждения я вот самый лучший я миллиардер я все смогу преодолеть для меня нет ничего невозможного я силен любое задание любая возможность мне под силу для меня нет ничего невозможного эта фраза из моего прайма утреннего для меня нет ничего невозможного вот во что я верю вот блин какие у меня убеждения а если я верю что нет ничего невозможного у меня неограниченные способности я все могу и как я выбираю я делаю лучший выбор понимаете поэтому переходим на ступень ниже что я делаю я не работаю блин грузчиком я на ю тубе я понимаю чтобы изменить мир нужно быть в медийном пространстве что я не изменю мир если меня никто не будет знать это же очевидно поэтому я выбираю youtube поэтому я на ю тубе поэтому я вещаю поэтому я несу пользу вот что и делаю меня другое поведение и что я имею я имею все любое признание поддержку уважение деньги я все имею понимаете потому что у меня была миссия потому что у меня была цель и вот у меня другие убеждения у меня другие способности у меня другое поведение у меня другое окружение видите насколько это важно вот почему важно каждому разобрать эту пирамиду а все началось с чего с цели с миссии с мышления я просто изменил мышление изменяешь мышление получаешь все все сможешь получить у вас неограниченные возможности понимаете вы все можете если вы так себе внушите все для вас не будет ничего невозможного весь мир будет перед вами вы все сможете сделать вы все сможете получить итак друзья сделаем вывод ваш успех это шестая ступень пирамиде маслу это седьмая ступень понимаете одна и та же ступень это вклад это миссия вот как это важно если вы с этим разберетесь ваша вся жизнь кардинально изменится кардинально вы будете абсолютно счастливы и вот если у людей нету миссии многого они не добьются вам по-любому нужно найти миссию переверните пирамиду и начните с миссии и пропишите что вам нужно делать чтобы иметь то что вы хотите иметь никого не вините вот берите эту пирамиду и разбирайте почему вы имеете то что имеете в этой пирамиде вы найдете ответы на все вопросы просто сядьте и разберитесь в себе вот все что вам нужно сделать ну что друзья на этом с вами буду прощаться как вам инфа скажите крутейшая инфа да я думаю что большинство из вас не догадывалась об этой пирамиде да все так просто просто вопросики выстроились и все ребята в этом мире еще есть столько всего интересного если вот рассказывать об этом всем блин до жизни не хватит и я это все постигая это все изучаю и поэтому моя жизнь совершенно по-другому идет поэтому моя жизнь другая поэтому я счастлив потому что я это все прорабатываю я работаю над этим всем так что оставайтесь на моем канале обязательно подписывайтесь на мой канал инстардинг нажимайте на колокольчик чтобы ничего не пропустить здесь будет очень много всего интересного также подписывайтесь на канал по мотивации там тоже только польза только мотивация все только позитивное все то что улучшает жизнь человека и вот мы с вами вместе меняем этот мир я уже запустил этот процесс много ребят создают канал инстардинг и мы меняем этот мир много людей несут пользу они сами это применяют и делятся применяют и делятся вот это крутая концепция все концентрируются только на пользе вот с помощью какой стратегии мы с вами сможем изменить мир допускай это глобально звучит но это работает это реально работает я получаю кучу писем благодарности как люди меняют свою жизнь значит я на правильном пути значит мы с вами на правильном пути каждый из моей команды тоже делает вклад каждый из вас может делать вклад пускай это будет на маленьком уровне да на местном уровне начните там со своих соседей знакомых на местном уровне но главное показывать все на себе главное показывать им как вы живете что я этим всем пользуюсь не нужно никого переубеждать а вы сами не будете это делать это бред это не моя концепция это не моя философия сам живи жизнь своей мечты и другие будут смотреть и спрашивать блин а научи меня вот так мы работаем друзья подписывайтесь на мой инстаграм забыл сказать про инстаграм там тоже только польза только мотивация все вообще ссылочки в описании огромное вам спасибо за просмотр за поддержку всех люблю целую пока и а и и и и